В Чебоксарах новый асфальт укладывают не только на центральных магистралях, но и во дворах. В столице действует муниципальная программа развития транспортной системы. В этом году ремонтируют дороги по 65 адресам. За ходом работ проследила наша съемочная группа. Здесь всегда были ямы, лужи стояли, было очень тяжело добираться до работы. В школу с детьми приходилось перепрыгивать, особенно в дождливую погоду. Бороться за звание лучшего прыгуна жителям 68-го дома по проспекту трактора строителей больше не придется. Дорожная техника пришла в их двор две недели назад. Ровный асфальт на дороге и тротуарах – мечта водителей и пешеходов. Подречик также устанавливает новые бортовые камни. За ходом работ следит стройконтроль. На АБЗ ездили, посмотрели. Материалы отобрали, да, материалы визуально. Я-то думал, здесь отобрали, там отобрали. А Битум смотрели? Битум, Битум отбирали. Во дворе 16-го дома по улице Красина к работам приступили несколько дней назад. Подрядчик заменил бортовые камни, уложил щебенку на тротуары и начал подготовку дороги к укладке. Но у жителей уже появились замечания. Ну здесь машину не поставят? Не поставишь машину. По прямой ставишь машину, вот сейчас этот Volkswagen проходил, он не пройдет. Он будет туда над бордюров прыгать. Надо сейчас просто расширить на метр и все еще. Допы есть. Пойти на одна встреча жителей. А вот асфальт во дворе дома 6-1 по проспекту Ивана Яковлева. Строгую проверку жителей и строго контроля прошел. Подрядчик закончил ремонт, осталось убрать строительный мусор. Но новая дорога закончилась вместе с домом. Проезд между домами так и остался в ямах и трещинах. А сейчас за счет экономии получится? Получится. Ну давай тогда вот этот дворк уже тормодим. Такая ситуация складывается из-за недостатка финансирования программы. На ремонт дворовых территорий в этом году выделили 37 миллионов рублей. Для того, чтобы закрыть проблему, нужно 200 миллионов. То есть, по сути, в 5 раз больше. Мы просили Министерство транспорта на следующий год увеличить объем финансирования из дорожного фонда. Именно на ремонт дворовых территорий и на ремонт тротуаров. Тоже тема выходит на первый план. Будем совместно с Министерством решать. Надеемся, что 550-летию, ко дню рождения у города, объем средств на ремонт дворовых территорий и тротуаров увеличен. Ну а пока новый асфальт кладут в 65 столичных дворах. Работы должны завершить до 10 сентября. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лагина, Бахтияр Вилеев, Республика.